Друзья, привет! Мы в Гороховце. Ему недавно исполнилось 850 лет, старинный русский город. Столица... нет, не гороха. Столица каменных купеческих палат в России. А еще столица русского деревянного модерна. Гороховец построен у слияния рек Клязьма и Ока. И стоит на семи холмах, как и Москва. Итак, мы в Гороховце. Удивительно приятный и сразмерный город на стыке Владимирской и Нижегородской областей. В этом городе во всю действуют правила, где родился, там и пригодился. Очень многие жители свой бизнес вели здесь. Здесь все полученные средства вкладывали в свой город. И при этом не стремились набрать денег и уехать за границу. Наоборот, за границу они ехали учиться, а потом возвращались к себе и вкладывали все средства в бизнес. А там, где живешь, хочется сделать себе приятное, сделать удобным свой быт. И вот этот вот уютный быт очень проявился хорошо в Гороховце. Дом Пришлицова. Дом Пришлицова более известен как дом с русалками. Видите, наличники украшены резными русалками. Вообще, этот дом напоминает архитектурное построение Хундертвассера в Австрии. Он тоже творил в стиле модерн. Все окна разные, никакой симметрии архитектурной. Все оригинальное и необыкновенное. Еще один шедевр – это дом опарина, ни на кого не похожий. Дом царя Гороха. Здесь вы видите круглые бревна. Это делали строители Якуши. Это все стиль модерн, деревянный модерн. Одна из визитных карточек Гороховца. Так что, если хотите окунуться в старину и прочувствовать Россию, еще такую необычную, приезжайте в этот удивительный город Гороховец. И не зря его внесли в предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО в 2017 году. Здесь есть что посмотреть и чему удивиться. Весь город очень удачно расположен. В свое время здесь были и предприятия, и место для отдыха, много монастырей и церквей. И люди старались свой город украсить как только можно. Привнести новое в его черты. Мне он напомнил 90-е годы нашего времени, когда появились люди в красных пиджаках, которые выпендривались друг перед другом. Так и в этом городе. Купцы, жители выпендривались между собой. Но при этом создали жемчужину русской архитектуры, русского модерна.